всем привет вы находитесь на канале олдачным с вами я владимир казарчук автор этого канала и сегодня я хотел бы вновь затронуть тему восстановления лучезапястного сустава после травмы после перелома несколько лет назад ко мне обратилась одна женщина посмотрев у меня на канале видео по восстановлению полной функции ротационной манжеты после синдрома замороженного плеча с вопросом могу ли я что-то посоветовать ей для восстановления кисти после перелома это дело было в конце июня перелом у нее было в начале февраля через три недели после гипса есть не липс врач посмотрел сказал к сожалению ваша рука уже будет двигаться не полнофункционально все-таки вы должны еще отдавать скидку на возраст плюс травма была не такая уж и сложная но сустав жилистый и эластичный увы больше не будет она начала ходить по разным врачам травматологом один пихал ее к другому другой толкал к третьему и так далее в течение трех с лишним месяцев пока наконец женщина не решилась взять свое здоровье ситуацию в свои руки и посмотрела в интернете на ютубе различные видео где что можно по ее проблеме найти какое решение и таким образом она попала на мой канал и задала мне вопрос в котором стояла буквально следующее не могу ли я посоветовать этой женщине некоторые упражнения или какую-либо гимнастику для восстановления лучезапястного сустава после перелома и я сделал специально для этой женщины для тех кто действительно нуждается в такой помощи маленькое короткое видео с некоторыми упражнениями рассказал показал как это делать сколько делать с какими интервалами и потом попросил эту женщину мне дать через месяц приблизительно ответ помогли ли ей эти упражнения ну прошло где-то около трех недель может быть три с половиной недели она мне прислала вот такой большой комментарий со словами благодарности и пригласила на свой youtube канал посмотреть как она уже играет на фортепиано маленькая скидочка женщина учитель по классу фортепиано и естественно для нее это было очень важно чтобы руки и кисти полностью функционировали так как это было до перелома так вот к нашим упражнениям в принципе я был доволен тем что упражнения которые я рекомендовал человеку действительно помогли за все время сколько я создаю различные программы по восстановлению спины по восстановлению плечевого сустава по укреплению здоровья пока еще никто не жаловался до сих пор все утверждают что да действительно эти программы и помогают поэтому сегодня я возвращаюсь к теме восстановления лучезапястного сустава после травмы после перелома если у вас дома есть вот такой вот массажный мячик возьмите его если нет такого возьмите обычный теннисный мяч и работайте с ним в первую очередь нам нужно разработать хват кисти почему массажный мячик потому что он когда мы хватаем и крутим вот так вот в руке стимулирует нервные окончания скорее восстанавливая их полную функциональность в нашей кисти точно также можно делать и с теннисным мячиком достаточно просто выкрутить или приминать рукой поначалу будет больно если у вас был перелом лучезапястного сустава поначалу действительно будет больно прижимать вот так вот мячик к поверхности стола для того чтобы избавиться от этой боли берете опять же вот этим мячиком в районе перелома вот так вот делаете круговые движения хотя бы по 2 по 3 минуты засекаете время и делаете не сильно прижимая круговые движения сделали на верхней части делаете на внутренней части точно так же затем после этого легкого упражнения и после вот таких вот прижимание мячика вашими пальцами для того чтобы укрепить сухожилия и заставить их вновь начать полу полно функционально работать мы переходим к основным упражнениям нашей гимнастики мы можем наш мячик на стол руку рядышком с мячиком с левой стороны поднимаем кисть настолько высоко насколько это позволяет нам наш сустав поворачиваем руку в сторону и опускаем кисть поднимаем поворачиваем обратно и опускаем если вы вначале не можете поднять полностью вот так вот на 90 градусов нашу кисть в результате перелома поднимите настолько насколько это можно отодвинув руку немножко дальше от мячика но старайтесь выполнять это упражнение чисто и вот такое вот движение поднимая кисть поворачивая руку из стороны в сторону вы должны делать по времени минимум три минуты не по повторениям а именно по времени это очень важно следующее упражнение вы ставите руку вот так вот и не касаясь кистью тыльной стороной наружной стороной мячика вы придвигаете руку уперев ребро ладони в одну точку на столе то есть у вас получается вот такого движения как бы вы двигаете руку вперед по направлению к этому мячику но не касаетесь его предвинули убрали предвинули убрали точно так же как и первое упражнение делаете по времени три минуты для того чтобы придать эластичность поврежденному суставу и укрепить сухожилие точно такое же упражнение только уже с внутренней стороной ладони вы делаете с этой стороны вот так выдвинули обратно выдвинули обратно для тех кто скажет что это такое же самое упражнение ничего подобного ребята тут вы наклоняли руку внутрь тут вы ее наклоняете наружу точно также вы делаете такое вот движение и так у нас уже получилось три основных упражнения первое упражнение подъем с поворотами в разные стороны второе упражнение придвигаем сустав к мячику не касаясь его третье упражнение выдвигаем руку вперед не касаясь мячика но придвигая сустав сюда чтобы придать эластичность далее после того когда мы сделали эти три упражнения вы берете мячик у кого теннисный у кого такой массажный и в районе перелома травмы делаете уже вращение с давлением на поверхность вашего сустава если в самом начале мы делали просто мягкие как бы поглаживание этим мячиком то сейчас после вот этих вот четырех упражнений мы делаем более жесткое движение более жесткие вращения прижимая этот мячик поверхности нашей кисти для чего мы это делаем для того чтобы восстановить кровообращение вызвать нервы стимулировать их к работе и естественно укрепить наш сустав чем дольше вы будете делать эти упражнения тем быстрее вы восстановите свою кисть поверьте это действительно очень хорошая гимнастика восстанавливающая и укрепляющая кисть не только после перелома или какой-либо травмы лучезапястного сустава но и даже для здоровых людей рекомендуется чтобы ваши руки ваши кисти всегда были в движении были в пол в полнофункциональном состоянии и никогда не страдали не артритами не артрозами ничем не были еще и так давайте мы сейчас в конце повторим наши упражнения первое легонечко вот так вот мячиком в ладошках катаем потом легкое покатывание вот так вот в районе травмы затем прижимание мячика пальцами неважно теннисный мячик или массажный мячик чем дольше вы прижимаете чем сильнее вы прижимаете тем быстрее вы восстанавливаете ваш хват укрепляете ваши пальцы и стимулируете нервные окончания потом следующее упражнение поднимаем руку уводим в сторону опускаем поднимаем не касаясь мячика опускаем поднимаем уводим опускаем поднимаем уводим опускаем следующее упражнение ставим руку вот так вот и двигаем сустав по направлению к нашему мячику опять упражнение с наружной стороны вот так вот точно так же двигаем вперед и естественно после всего этого мы уже более сильно работаем с нашим суставом прижимая мячик к месту повреждения легкая гимнастика удобная абсолютно для всех не забудьте о том что каждое упражнение нужно делать как минимум три минуты для того чтобы появился эффект уже через неделю после того когда допустим у вас сняли гипс с вашей руки и вам нужно восстанавливать руку вы заметите буквально же через неделю действительный эффект от этих упражнений если же у вас была просто травма ушиб или подвывих сустава эти упражнения сто процентов помогут вам быстрее восстановить функциональность ваших суставов укрепить ваши связки укрепить ваши сухожилия и естественно укрепить вашу руку не забудьте поделиться этим видео с друзьями поставить лайк подписаться на этот канал потому что видео у меня на канале смотрят в основном процентов 80 90 людей которые не подписаны на канал но они смотрят эти видео и будет мне приятнее если вы подпишитесь на этот канал и вам будет полезнее потому что на этом канале всегда появляется что-то новое интересное информативное и полезное с вами был я владимир казарчук автор канала old dutchman всем удачи пока